Интригующее название первого детективного романа Анны Поповой «Солодчинский призрак» скрывает многое. Знакомые каждому жителю региона вида Солодчи, визитную карточку курорта, монастырь, намеки на мистику. С этой таинственной истории начинается деятельность следователя Петра Железманова. Герой во многом получил автобиографические черты своей создательницы. Как и Анна Дмитриевна, он закончил Московский университет, приехал в Рязань и стажировался в окружном суде. Молодой человек, хорошо образованный, неплохо развит во всех отношениях, в том плане, что он интересуется и литературой, и живописью. Он пишет акварели. Я в свое время не стала учиться, но я фотографирую. В общем, Железману перешло некоторые мои свойства. Он очень любит кошек, как и я. И одним из его друзей является шикарный рыжий кот Тимофей. Который имеет самого реального прототипа. Этот кот жил у нас в подъезде. Книга «Солочинский призрак» вышла в 2017 году. За ней последовали другие приключения следователя. В некоторых романах писательница использовала материалы реальных архивных дел. «Фальшивая императрица» – это рассказ об одной из самых крупных бан фальшивоманетчиков, которые действовали у нас в России в 1910 году. Они печатали 100-рублевые банкноты. На них была императрица Екатерина II. Поэтому в народе они назывались «Катеньки». И вот эти «Катеньки» самопальные стали печататься в Ницце. Ну, я сделала так, чтобы поймали их мои герои. Первыми читателями неизменно остаются сестра и мама Анны Дмитриевны, уже потом некоторые коллеги, после чего писательница отдает роман в печать. Петр Железманов довольно прочно вошел в жизнь своего автора и частенько помогает ей, к примеру, сопутствует в городских экскурсиях, которые она проводит. Это экскурсия от писателя. Как раз задача ставится тем, что я стараюсь показать город начала 20 века, ну, вот примерно таким, каким его бы увидел мой герой. Где он мог ходить, что видеть, где отдыхать, где сходить в кинотеатр, где сделать покупки. Показываю как раз непосредственно вот в этом месте, в моем романе, например, вот в Солочинском призраке, он выискивает место продажи мышьяка на новом базаре, сейчас площадь Ленина. Серия романов о Петре Железманове пока включает пять детективных историй. Сейчас в разработке новая книга, пока автор не называет сроков выхода. Ведь у нее, помимо писательской деятельности, лекции, семинары и научная работа. Но ее постоянные читатели уже с нетерпением ждут нового запутанного детективного сюжета. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».